Как отмечают в Росздравнадзоре, главное не допустить повышения цен на лекарства. Воспользовавшись ажиотажем среди населения, предприниматели могут попытаться нажиться за счет сложившейся ситуации. Плюс ко всему, ведомству взяли на контроль проблему с продажей лекарств без рецептов. Без разрешения врача уже было продано 200 тысяч упаковок различных препаратов, что значительно превышает число заболевших. Самолечение, говорят докторам, может навредить, ведь у каждого препарата есть противопоказания и существует риск проявления побочных эффектов. Аптекам и всем сетям дано строгое предписание на отпуск препаратов по рецепту. Если будет безрецептурный, бесконтрольный отпуск, пользуясь своими полномочиями, мы будем привлекать их к административной ответственности. Маски и необходимые препараты для лечения гриппа и ОРВИ в этой аптеке на проспекте Ленина есть. В этом лично убедился губернатор Сергей Ястребов. Второй пункт рейда – детская больница. Нам удалось в этом году за счет большой привитости, 44% населения мы привили, нам удалось снизить количество заболевших. Всего заболело не более 14% прикрепленного населения. Губернатор пообщался с докторами в поликлинике, а в стационаре с маленькими пациентами. Сегодня в области госпитализировано 600 человек с гриппом, 80% из них – дети. Летальных исходов от этой инфекции в регионе, к счастью, не зафиксировано. При необходимости отмечать в департаменте здравоохранения есть возможность создать дополнительные места для больных. Сергей Ястребов в ходе рейда убедился лично, медучреждения со своей работой справляются. Насколько есть у меня данные, все, что касается наших лечебных учреждений, необходимые препараты есть. Все, что касается приема первичного и приема на дому по вызовам, тоже, в общем-то, работа организована. Все ждут 8 февраля. Именно с этой даты, как планируют медики, в регионе пойдет спад заболеваний. Ольга Преснухина, Денис Ромашов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова